Продолжение следует... Итак, почему остеопатическая помощь может предварять психологическую помощь и идти в комплексном лечении? Попробуем разобраться, где же здесь истина. На остеопатии это очень просто. Задача врача остеопата найти соматические дисфункции, устранить их и запустить механизмы самогенеза. Соматическая дисфункция проявляется тремя компонентами. Две механические компоненты. Плотно, напряженно, малоподвижно. Тут все понятно. Ритмогенный компонент. Нарушение проведения ритма в жидкостях и тканях. И, наконец, нейродинамический компонент, проявляющийся симптомы нарушения иннервации и микроциркуляции. Психология, наука о душе, имеет теоретические, практические аспекты. И позволит себе сделать акцент на клинической психологии. Наука, занимающаяся изучением психических явлений, базой во связи с болезнью. Задача клинической психологии – разработка научных методов, разработка методов коррекции и оценка методов коррекции. Существует множество психотерапевтических методов. И задача клинического психолога – стремиться к повышению психических ресурсов пациента и гармонизации психического развития. Однако, как заметил Оливье Лагерд, выздоровление требует много энергии. Как раз тот момент, когда ее чрезвычайно не хватает. И, наконец, задача врача-остеопата – привести организм в естественное гармоничное состояние, соответствующее хронобиологическим ритмам. Можно было бы подумать, что стремление к гармонии – это и есть точка соприкосновения остеопатии и психологии. Но это только на первый взгляд. На сегодняшний день даже с экранов телевидения можно услышать, что остеопатия не имеет научной базы. Достаточно немного знать анатомию, физиологию, неврологию, чтобы в этом легко разобраться. Итак, что же делает работа врача-остеопата точной и эффективной, а пациента здоровым и счастливым? Мы знаем – это нейрорефлекторные механизмы, с которыми имеет взаимодействие любая мануальная коррекция. Существуют висцеро-висцеральные рефлексы, сомато-висцеральные, позволят себе быстро пробежаться в связи с нехваткой времени. Висцеро-соматические, сомато-висцеральные, дермо-висцеральные, висцеро-дермальные и, наконец, висцеро-сенсорные. Однако, взаимодействие с биомеханикой, взаимодействие с нейрорефлекторными механизмами – это только часть врача-остеопата. Это биомеханический и нейродинамический аспект. Чтобы разобраться с ризмогенным аспектом, нужно коснуться хронобиологии, науки, изучающей динамику живой природы. Эта же наука и дает нам ответ, почему одни и те же неблагоприятные факторы на один организм не оказывают никакого влияния, а у других вызывают неадекватные патологические реакции. В раскрытии этого вопроса я буду опираться на научные работы профессора Забускина Сергея Львовича. Однако два слова относительно медикаментозной терапии, на которую на сегодняшний день возложена основная терапевтическая роль, фактически она является синонимом лечения. Роль непосильная. Почему? Во-первых, нет эффективных лекарств без побочных действий. Это знают даже не врачи. Следующий момент. Больным, а чаще врачам, нужен быстрый терапевтический эффект, то есть устранение симптомов. Симптоматическое лечение, в свою очередь, приводит к хронизации заболевания. Привыкание к экзогенным метаболитам и гормонам приводит к снижению выработки эндогенных метаболитов и гормонов. В результате мы встречаемся с синдромом рикошета, обострению заболевания при отмене медикаментозной терапии. И, наконец, заблуждение даже в нашем 21 веке имеет широкое распространение. Все можно вылечить лекарством, главное знать каким. В результате передозировки, побочные действия, несовместимость лекарств, недоверие так называемой классической медицине, подавление настроения в пункт психических расстройств. Закономерный результат. В то время как суть терапии, она очень простая, если мы помним нейрофизиологическую цепочку, стресс, мозг, физиология, симптом. Итак, с точки зрения хронобиологии, все отклонения от рекомендаций по здоровому образу жизни, психологии и поведения сопровождаются возникновением десинхронозов. Это рассогласование процессов биохимических, биосинтетических, биоэнергетических по времени. Десинхронозы и позволяют нам диагностировать и прогнозировать развитие заболеваний. Устойчивость любой биосистемы от клетки до биосферы находится в процессах биоритмологии. И чтобы было не голословым, пример. Водная экосистема в условиях биоуправления остается устойчивой при сбросе загрязнения в 10 раз больше по сравнению с обычными условиями. Даже на уровне клетки существует большая иерархия биоритмов. От 100 микросекунд до годового ритма можно следить. И наконец, понимание природы биоритмов и их взаимосвязь позволяет нам управлять жизнедеятельностью любой биосистемы от клетки до биосферы. Для того, чтобы хорошо вникнуть в тему хронобиологии, необходимо разобрать золь-гель-переходы. Как они порождают акустические и электромагнитные сигналы. Как золь-гель-переходы в клетке отражают акцепцию внешней энергии. Но это будет тема большого другого доклада. Итак, параметры ритмов золь-гель-переходов в клетки отражают все параметры жизнедеятельности клетки и соответственно более старших биосистем. В организме все процессы должны быть скоординированы по времени. Отклонение от этих биоритмов с превышением допустимого диапазона приводит к необратимым изменениям. В результате дефектную систему организм удаляет процесс апоптозы. И наконец, при любом заболевании есть десинхронозы. Биоритмы имеют строгую иерархическую соподчиненность от физических, космических факторов до внутриклеточных компартментов. И имеют количественное распределение. Обращу ваше внимание на 3 ритма. 9 секунд, 30 секунд и 1,5 минуты. Известные практикующим остеопатам. Здесь уместно будет вспомнить гений двух докторов. Уильям Гарднер Саттерлэнд. Который, будучи учеником доктора Стива, обнаружил особенное строение в швах черепа, словно они предназначены для движения. Пальпаторный опыт привел к пониманию, что подвижность таки есть. Есть ритмическая подвижность, которую он назвал краниальным ритмическим импульсом. 50-летняя практическая одессия привела к пониманию, что это проявление так называемого первичного дыхательного механизма. И работа с этими ритмами первичного дыхательного механизма позволяла оказывать эффективную помощь пациентам с тяжелыми физическими и психическими расстройствами. И доктор Джеймс Джиллес расширил наше понимание в области краниальной остеопатии, обозначил терминами более 200 феноменов терапевтического сеанса. И на сегодняшний день методы остеопатии позволяют синхронизировать патологические десинхронозы, восстановить общую гармонию ритмов и улучшить акцепцию внешней энергии для восстановления и разработки новых эволюционных рабочих процессов. На сегодняшний день эти открытия превратились в технологии обучения терапевтов, в технологии эффективного лечения пациентов, приводящих к здоровью. И бонусом к такому лечению становится улучшение состояния самого терапевта. Благодарю за внимание. Спасибо.